Так, ну чё, ребята, всем большой привет! Незнаков на связи. Тысячу лет у нас не было новых роликов на канале, и я сегодня здесь, чтобы исправить данную оплошность. Поэтому, если хотите меня хоть как-то поддержать, обязательно просто возьмите, прям сейчас поставьте лайк. Я хочу вам сегодня показать пушечного героя для МИДа, это Марси. Как-то вот поиграл на ней на стриме разочек, и я прям прочувствовал, насколько она крутая. Стоять будем против Лины. В принципе, матчап, ну, возможно, не самый приятный, но мы будем делать по-умному. Добить этого крипчика, отлично, под динайли. Будем максимально стараться на КС работать. У меня закуп как раз такой, максимально через статы. Можно было бы себе закупить тангусы, но я хочу сильно не поставляться под её кнопки. И при возможности мы потом сможем её быстренько забрать, если вдруг она ошибётся, оступится. Она стоит очень близко к нашему ХГ. Можно будет её в любой момент тоснуть при помощи нашего первого. Главное делать это максимально аккуратно. Ну-ка, ну-ка. Хорошо, этого тоже знали. Пока максимально кайфово себя чувствую. Этого тоже знаем. Замечательно. Везём себя пока что вином. Выходим в фаст-коррозию. Задумка такая, что мы сможем очень жёстко замедлять оппонента. И не давать ему опции уйти. В Марсе очень хорошие статы. Очень хороший урон начальный. Вместе с нашим таким вот закупом. И мы можем так раз подцепить её и к таверу. Блин, не успел пережить коррозию. Коррозию вином, точнее. Ладно, норм. Немножко подразмяли, выбили феррик. Пойдёт. Пойдёт. Стоим ровно, кайфуем. Этого тоже крепче, как нам. Этого. Пока кто-нибудь её не поможет. Не, пока кайф. Пока кайф. Стараемся Макси второй на Марсе. Потому что с Максом вторым у нас становится больше рейнджа. Мы можем так вот прыгать просто. И пищечку. Хорошо. И вот так вот убивать. Просто замечательно работает. Пушечно. Максимально пушечно. Много урона у нас. С прыжка плюс стан. Плюс в конце стана мы можем перекинуть. На прогиб. И, в общем-то, это очень круто. Пойдём пока заберём руну воды. Восстановим себе ресы. Нам летит уже коррозия. Потом докупим ещё брейсер. И будем выходить в фейзы. В целом, с таким затаром мы можем увидеть почти любого мидера. Почти что любого, наверное. Наверное. Вот. Ну, главное, чтобы удачно облететь. И чтобы не было слишком много шмоток. У Лины пока ничего нету. Смока себе купил. Не знаю зачем. Интересная задумка. В общем-то. На перспективу. Как мне кажется. Сейчас по грибам всё отлично. Ресабельно брейсер тоже готов. Можно бы сейчас с неё прыгнуть. Как-то по-хитрому. Ладно, чуть-чуть попозже. Немножко подынаем. Новый акт уже в полном разгаре. А это означает, что у вас есть реальный шанс заполучить новые арканы на Дота Лот. Давайте рассмотрим три способа, как их заполучить. Первый. Классический метод. Трежерки, бандлы и арканы из обновления, которые уже доступны в сундуках, включая те, что можно получить за ману. Ману, кстати, можно зарабатывать, выполняя действия на сайте. Второй способ. Приключения. Три гарантированные арканы ждут вас в приключении. Выполняйте простые задания, собирайте крутые шмотки, а в конце вы получите один из самых ценных предметов в Доте. Третий способ. Добыча рун. Получайте руны каждые три часа, открывая бесплатный сундук. Или проходя приключения, которые разблокируют еще больше ежедневных сундуков с топовыми предметами внутри. Если соберете больше всего рун за день, получите аркану из краунфол. А если в топе игроков за все время, то выиграйте того самого Рошана за 80 тысяч. Переходите по ссылке в закрепе, пока ивент бесплатный. И не забудьте использовать промокод с бонусом внутри. Этого тоже. Мне кажется, Лина очень недовольна. А теперь прыжок через спину. И немножечко ее... Ага. Блин, она краешек подцепила. Ничего страшного, я думаю, просто зачизим ноги. Типа чего? Камон, это Лина. Смок нажала. Слушай, очень круто получается пока что. Пока что просто замечательно. Ну реально. Фримит. Два раза ее убили. Мне кажется, на максимальном тильте. Мы стоим максимально на фри. В общем-то, просто прекрасно. Еще пачка полностью умрет. Аптавр. Ситуация складывается наилучшим для нас образом. Купим себе сразу фасботинок. Чтобы было проще Лину как-то догонять, если она будет убегать. У нее третий левел, у нас уже пятый. Это очень-очень-очень хорошо. Поэтому не знаю, случайно. Ну и... Ладно. Это не страшно. Ботиночек приехал. Если она подойдет еще на мид, как-то выйдет. Можно вообще в легкую в нее будет прыгнуть. Убить без вопросов. Четвертый, кстати, апнуло. Интересно, интересно. А краешком все-таки задело. Давайте прыгнем. Перекинуть на Макс Ринджо. Хорошо. А куда она стан дала вообще? Нет. Просто невозможно убежать. Я хоть там и думал, что с той тычкина умрет. Пришлось на дно больше дать. Но в целом, типа, даже Лина не может убежать. От ботинка плюс коррозия. Это прям очень-очень круто. Че, пока у нас появился шестой, можно попробовать на топ сходить? На самом деле. Там че-то Кентик и Котел наглеют. Прям очень-очень агрессивно подходит. Давайте поможем нашим. Пинганем то, что мы идем. Хочу, чтобы они начали. Какие-то кнопки скинули. Хорошо. Сразу пока он смог застанеть. Ну-ка, Кента. Опачки. Здорово, братик. Сразу на бот попробую полететь. Там тоже сейчас планируется драка. Ну-ка, ну-ка. Пару тычек. Раз. Ой, даже одной хватило. Трипл килл есть. Гуля что-то впадал. Давайте Лину лучше попробуем. Лину Тора хочу. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Четвертый левел, господи. Зачем она сюда вообще пришла? Хорошо. Забрали изи. Появляются у нас уже фызы почти что. Надо бы довести. У меня вообще-то не задублировались. Не понял почему. Так, я еще хочу стики сразу опнуть. И... Не знаю, пока подумаем. Деньги... Денег, в принципе, хватает. Нужно будет, да, сходить себе рез и просто восполнить. И, возможно... Нулик сделать. Да, нулик очень круто работает. На героях, у которых проблема с монопулом. Некоторые берут на виду у Марсио вообще бутылку. Но... Не знаю. Как по мне, лучше закупиться в статуи. Коррозия, брейсер. Это очень круто в разменах. То есть можно перебивать множество героев, оппонентов. Вот. Но бутылка тоже, наверное, неплохо. Но... Опять же, проблема, если вы не сможете там законтролить руны. И вы будете бегать по карте. Причитативная. Ситуативная такая тема. Нифига ли она там пошла в нагрузку. В наглую. И ничего не смущает вообще? Просто в наглую пошла. Пушит под катапу. Должен попробовать крипов. Блин. Короче, не так сработал, как я хотел. Ну ладно, у нас есть ульта. Просто ее за две серии. Доберем изю. Кайфы. Лина просто фидит реально по КД. Так, у меня еще настройка-то надо отключить. У меня две клавиши лишние стоят. 6-7. Я вообще не использую. Так, а что с Линой случилось? А куда Лина ушла? Парни, кто шарит? Кто шарит, куда Лина делась? Так, ну-ка, Кентика. Она ливнула. О, господи. Пакента не успел, зато этого деда. Чисто на прогиб и готово. И погнали дальше. Темпларка благодарна нам. Давайте вижен здесь поставим. Чтобы иметь в виду. Я стараюсь всегда заниматься виженом, когда играю на миду. Не стесняюсь это делать, потому что можно ставить крутые ворды, которые будут тебе помогать лучше находить позицию для драки. Также видеть какие-то необходимые зоны для потенциальных драк. Либо кого-то можно будет поискать по этим вордам потом. Так что тоже, ребят, вам заметку. Не стесняйтесь, так делайте. Эта тема работает на все тысячу процентов. Да. Че, пока улетав в КДМ, можно немножко тавр, наверное, побить. Делать особо нечего. Типешки у меня тоже нету. Вардик успели, кстати, поставить. Благодаря моему ворду мы это знаем. Там, может быть, еще активку законтролить. Восьмая минута. Активка в боте, потому что наверху ее нету. Отличная руна. Аркейн. Че, может быть, под ульту еще попробовать подраться с пацанами, с мужиками. Че за пауза? А, они, наверное, думают, то, что Лина вернется. А Лина уже, походу, не вернется. Ё-моё. Так, ну че, поехали. Есть контакт. Этого сразу перекинусь. Конечно, это Леон Крыса. Это Криса, конечно же. Все-таки станчик доскинул. Ну и ладно. Так. Еще надо назначить кнопку на нейтралку. Хорошо. Пойдем, наверное, на Роял Джейли, потому что он дает больше всего ресурсов для нас. Мы бегаем активно, стараемся помогать по всей карте находить какие-то киллы приятные. Будем выходить в фастаганимчик. С фастаганима у нас, когда ультимейта будет еще меньше, плюсом... Да блин, Леон паршивый. Плюсом ко всему мы будем давать сайланс при успешной серии атак и в случае прожать любой из кнопок. Ты че, обнаглел, что ли? Он просто вард мы ходим снять. Ты чего, собака? Ну-ка, пооблачить. Ты куда? А, еще и Кен пришел. Все, все, пацаны, понял, он не прав. Не, не хочу сейчас бычить. Не хочу. Не хочу, не-не-не. Я пошутил. Я пошутил, парни. Короче, да. Саганимом, чем у нас фишка? Мы можем прожимать второй. По приземлению у нас сразу же будет сайланс вокруг нас. Первый тоже дает сайланс вокруг нас. И можем накинуть сайдкик. Пока его нету. Так, хорошо. Видим, как Кентика убить. А, Белочка зафакапила конкретно свои кнопки. Хорошо, еще. Замечательно. Забрали двоих. Немножко попушим мид. Потому что можем себе это позволить. А котел уже пришел. Ты куда, братик? Ты куда пришел? Домой давай. Пиво бить. Дедушка. Все, нормально. Трипл килл легкий. Просто легчайший. Так, что у нас там? Надо вардик снять как-то. Есть контакт. Че, конимчик почти есть. Руна щита. Тору очень-очень приятно. Пока себе рефилим ману. Также не стесняемся доводить колоретки. Потому что мы постоянно тратим монопул на свои кнопки. И это тоже важно. Каспоинбусер доедет. Я, правда, не знаю, за место чего положить. Возможно, пока просто потаскаю. Можно было бы как альтернатива для Нулика. Но Нулик у нас есть. Нулик, он пассивно работает лучше. Восстанавливает нам ману. Поэтому такое. Ну такое, короче. Так, анимчик через 200 монет. Офигеть. Савагули испугался на боте. Я надеялся тут Тора подраться. Спугнули, спугнули его. Может, по варду какому-то прошелся Тора. Может быть. Еще подождем, постоим. Может, он выйдет? Такое может быть. Но как будто он не хочет выходить. Что, давайте тогда... Можно сходить через гейт. Выйти на топ. Там пообщаться с пацанами. Ой-ой-ой. Гигатости пишет. Ташка. Осуждаем такое. Такое мы не приемлем. Максимально. Че, ключи, я с ультой бегу. Я хочу подраться. Я очень сильно хочу подраться. Благодаря ультимейта на Марсе прям хочется идти куда-то и файтиться. Потому что герой, который... Не сильно быстро фармит в Марсе. Но очень круто дерется. И очень быстро снова уволится благодаря успешным дракам. Под ультимейтом я могу зафоксить абсолютно любую цель прямо сейчас на карте. Блин. Подцепите, подцепите его. Ой, хорошо. Ой, как хорошо. Ульку забрали. Жаль, кто не будет на нее тратить. Так, чисто заберем. Чисто так, на мужика. Да, по-прежнему еще есть. Пачку заберу. А там на бодика эта ерунда у нас происходит. Забрали легионку. Сейчас будем мстить. Э, бляха-муха. Вы представляете, какой он лак. Так, леончика перекинуть. Хорошо, засавим себе. Он дурачок. Он мог откинуть хекс либо стан. В любой последовательности. А что-то фигню какую-то сделал Леон. Ну, и дальше никого, к сожалению, не сможем подцепить. Надо будет пока бэкнуть. Как будто бы. Дождаться либо каких-то плюсов. Либо еще ультимейта. Так, Гуля в падлу будет бить. Хорошо, там Лего приходит с Бэйном. Там еще и Кент. По-хорошему ультимейт бы дождался. Очень в падлу, очень в падлу пока. Туда идти. Просто могу нафидить. И меня быстро зафокусит. Вообще, пока ждем ульту. 15 секунд, в принципе, осталось. Уже совсем чуть-чуть. Леончик еще и кнопочки скидывает. Это очень важно. В нашем деле. Я уже с аганимом. Опа, опа, опа. Так, ну-ка. Прыжок. Хорошо. Сбрели просто Леона. Этого получится догнать? Мошенника. Ой, хорошо. Бэйн подцепил еще. Так, ну-ка дальше. Котла. Капец, они быстрые все, да? Прикиньте, я не могу догнать. Я просто догнать не могу их. Ужас. Спортсмены, спортсмены. Котла. Ну-ка, иди сюда. Иди-ка сюда. Сейчас первым подцепить. Да погоди, погоди чуть-чуть. Ой. Хорошо. Замечательно. Кента можно тоже с руки затыкать. Вот так вот. Нет, нет, нет. От меня не уйдешь, братик. Готово. Блин, хорошо подрались по итогу. Всех убили. Чисто такой бегом. 18-0. Кайфово, да, парни? Вообще жесть. Значит, сейчас в Кристалис выходим. Потом добьем себя, гоним шард. Вообще, гоним шард. Масхеф на Марсе. Просто если игра слишком легкая, можно сразу сделать какой-нибудь Кристалис. Чисто усилить урон. Чтобы не было проблем там пробивать Гулю, Кентавра. Чтобы можно было легко и быстро заберстить. Пачку можно запушить. Там на топе что-то планируют, по-моему, пацаны. У меня ульта уже есть. Или нет, сначала пачку. Сначала еще одну пачку запушу. Потом, может быть, сообразить. А, там вижен наш сломали. Сломали наш вижен, хейтеры. Так, руны нету. Они прям конкретно наглеют на топе, на самом деле. Рунки их нету. А, ТП-шку себе еще докупить. Ты без ТП бегу. Вообще, можно было бы как-то подраться. Чисто в теории. Под ульту. Ну-ка, ну-ка. Он меня видит как будто? Хай-яй-яй, как его больно, господи. Я за три тычка его, по-моему, сбрил. Это ужас. Это какой-то ужас. Все, Кристалис к нам при... А, ТП-шка приехала. Кристалис уже был. Ждем. Гадим Шардик. Гадим Шардик нам дает опцию применять второй скилл на оппонентов. Плюс к этому ко всему, еще ускоряет нас после прыжка. Дает нам бонусный МС. Это очень важно, особенно против мобильных пиков. Там Гуликова-то догнать. Котла. Это очень приятно. Супер-супер приятно. Щивардов сразу докупим. Пачку очень приятно скинуть. Можно через второй. Еще такой обуз. Можно через второй кидать рейнджа на пачку. И пачка сразу умирает. Но это действует только после 15 минуты. По 15 минуты. А с замакшенным вторым мы убиваем рейнджа. Так что вот так вот. Что, они там опять хотят что-то устроить? В принципе, есть кнопочки. Леончик сломал варц здесь. Он быстренько... Да блин, не успевает хекс накинуть. У него читы какие-то на хекс, по-моему, нет? А где-то катил здесь. Вот он, вот он. Мой хороший. Кайф. Просто за Сирию одну убиваем? Хм. Просто... Просто легко. Как будто бы. Так, хорошо. Надо, наверное, тоже варды переложить. Хочу прочекать. Потом вижен здесь тоже. Куда гуля бежит? Без ульты его впадал, на самом деле. Наверное. Не знаю. Догоню я его тут. Не, он просто убегает. Там... Анрил, Анрил. Не-не-не, впадал. Что, здесь еще проверим вижен? Да, есть вардик. Вашу верхнюю башню. Это хейтерский вардик. А, почти ульта откадешилась, кстати. Наверное, тут пока займу позицию. Дождусь какой-то заварухи. Будут ли они дефать противники? Интересно. Вот это реально интересно. Ничего-то, по-моему, они боятся. Не, хотя дефать. Там лимончик пришел опять вижен ломать. Или это крыса? Ну-ка, иди сюда. Блин, я его перепрыгнул, прикиньте. Я думал, что он убегать будет, а он... Он не из тех, кто убегает. Он из тех, кто до конца остается. А, вардик он не поставил, только с Эндриком. Ну ладно. Зато я теперь это знаю. Так, здесь Эндрак есть. Че, возьмем талантик на плюс 100 к урону. Тоже крутой в целом. Буду дальше выходить в Дейдалус. Первое, чтобы быстренько пробивать гулю кентавра. Так можно было бы сделать БКБшку. Такой, до более тяжелой игры. Потому что кнопок у них очень много противных. Котел может накинуть свою фигню. Замедляю еще. Леончик с контролем. Кентавр с контролем. Ну, короче, такое. Такое. А как нитрака улетела к ташке? Ее я бил вообще-то. То есть странное было что-то. Ну ладно. Ультатка дэшилась опять. Хочу еще подраться. Если по правде прям. Если по правде, то да. Они пока на базе, походу, зажались. Наверное, лучше туда бот отпушить. Там вкусная пачка. А вот так можно перебрасывать, короче. Чего быстренько забирать пачку? Там мало было милишных крипов. Ну, короче, было. Но я только ушел, они начали драться. Ну, как это понимать вообще? Как это можно понимать? Почему как только я ухожу, они начинают там драку? Ну ладно, противники на самом деле умные. Поняли, что они без меня. Так что такое? Чего, пока бот запушим? Вот, и рейнджа вот так вот. Хорошо. Да и дал сур летит. И ругаются еще. Вы чего, парни, расслабьтесь. Получайте удовольствие. Ну, у нас очень много, кстати, шмоток. 17 левел, прям супер круто. Можно немножко побить тавер. Так. Толпой там идут. Мы начнем. Кому мог, наверное, попробовать с ульты влететь. Ну-ка, по-хитрому так. Ой, хорошо. Продлили сало по гуле. Не успел нажать рейдж. Замечательно. Мда. Мда. Согласен. Полностью согласен. Надо бить эту башню. Конечно, я пока думаю, что еще собрать. Нижняя башня противника разрушена. Пока думаю. Быстренько запушили. А можно сики не копить. 20 штук. Все равно пассивные. Чисто ман восполнить. Наверное, бкбшку сделать. Все-таки. В тени. Лучше блинг. Лучше блинг. В целом с блинком. Я смогу просто прыгать. Давать серию. И сразу саленсить. Я думаю, что они не среагируют. Хорошая позиция, кстати, для драки. Сразу Леончика. Замечательно. Катана дальше. Куда? Куда он делся? Нифига хитрес какой. Будет хороводы. Меня так просто не уйдет, блядь. Хорошо. Так, Гулю тоже надо бы. Ай, у нее захват произошел. У меня постоянно только такая тема. Я когда убегаю на этих местах, у меня все время идет внезапный захват. Безумно бесит вот эта тема. Лишь когда-нибудь ее пофиксят. Сделают как-то захват вот этих смотрителей. Вон постов. На какую-то отдельную функцию. Либо там подходишь, наводишься. Активируешь. Ну, короче, неудобно это. Неудобно. Драки, которые принимаются на такой территории, в общем, не руине сильно бывает. Помочь Леге? Присутку нажать. Капи, если мне было больно. А БМ, кстати, да? Видели, он сейчас БМ прожал? Да шок какой-то. Так, надо вот это все выложить. Блинк у нас есть. А куда он меня бейн забрал? Верни. Че? Так, брейсер сюда. Курьера на базу. Какайф. Блинк у нас есть. Опять же доп. Мобильность. Очень будет приятно. Каким-то еще бежать. Кого-то догонять. Ну, реально. Ну, и дальше можно, наверное, БКБшу все-таки сделать. Не знаю, пока еще думаю тоже. Вот игра слишком такая, да? Для меня лайтовая. Может быть, БКБшки попробовать сыграть. Посмотрим. А! Машинник в инвизии чисто бегает. Так это продать все надо. Может, вообще гем себе взять? Давайте гем возьму. Че, у меня, в принципе, слот есть. За место коррозии можно будет положить. Че бы нет. А че бы нет, когда да. Так, так, так. Блинк сбил. А, Биончика. Хорошо. Котла. Хорошо. Что-то месячью кто-то. Блин, они далеко. Далеко, в общем, успел это распорожать. Ну и ладно. Так, гем приехал. Это выложить. Курьеру. Продадим потом. Потом продадим. Ну, а очень быстро, на самом деле, саганим ульта кодешится. 15 секунд и можно снова будет драться. Ну, на 25 марсе прикольный талант. Правый. До длительности ульты из каждого убийства. Вторая очень сильная тема. Так-то да. Так, ульта есть? Попробую сейчас прыгнуть. Ой, хорошо. Этого... Ага. Дальше. Ой, мне спит раньше сделать. Хи-хи-хи. Какой ужас, господи. Сказать, продали? Че, пока думаю насчет БКБшки или не БКБшки? Алину вывели? Алину-то зачем? Это нереально. Это нечестно. Зачем она обзывается на гуле? Зачем обзывается? Алина нормальный парень. Хороший-хороший парень. Добрый-добрый. Ну просто не пошло бывает на миду. Анлак случился. Надо ПШК еще будет взять. Ну я промолву, конечно, так вот. Но я тут не могу драться. Но тут выйти. У тебя даже с ульты. Без ульты я не могу драться просто. Так, а сейчас могу. Поехали. Хорошо. И этого. Дальше котла. На опережение. Кальончика. Блин. Не засалился вы его, прикиньте. Ай-яй-яй-яй. Ладно, я дальше не пойду. Лучше пока пропушим. Кальончика доехала. Кальончика по губам. Чисто по губам ему. Хорошо. Дальше пушим. Пороста на мужчину. У меня так много денег. 6200. Чувствую себя миллиардером. Давайте, может, рефрешек попробуем сделать. Чисто два ультимейта, два блинка потом будет. Хотя нет, давайте сначала заградим блинк. Сделаем зеленый. Чисто на ловкость. Потом можно и рефрешек, наверное, так бахнуть. Еще будет больше мобильности. Что-то все от МСа. После того, как я блинканусь. Как будто бы, да? Как будто да. Отличный блинк доехал. Ульта уже есть. Хочу еще подраться. Красиво хочу подраться. Блин, где га у нас умерла? Ну, кстати, это хорошо. Это хорошо. Может, они сейчас немножко нагреют? Ну-ка, ну-ка, Леончика. А, как он успел? Офигеть, у нее реакция, да? Вы видели, как у нее реакция? Реакция КС. Так, ну-ка, гуля. Прости, брат. Ой, надо уходить, надо уходить. Пока не могу дальше. Немножко плохо. Получилось кнопки нажать. Там Леончик успел среагировать. Прикиньте, во время серии. Стану откинуть. Киберспортсмен какой-то. Не, ну реально. Сюда шерифрешек. Все-таки сделаем, я думаю. Немножко надо покачаться. Пока ультавка даем. Пока что дам. Этих тоже побьем. Еще можно, наверное, стики будет заюзать. Продать их. Купить запчасти. Сразу себе довести рецепт на рефрешер. Курьере. И отправить его в потайную. Так, ну-ка. Что, скиньте-ка? Куда, братишка? Так, и котла? Хорошо. Хорошо. Вот уже и рефрешек почти есть. Просто имба. Не, Машси реально очень кайфовый герой. Такой, знаете? Который бегает туда-сюда, что-то там делает, прыгает. Ну, короче, мне вот нравятся такие герои мобильные. Которые могут цвету наводить. Чем-то даже похоже на Хускара, но мне кажется, в нынешних реалиях она посемнее Хусика. Общается, гораздо. Потому что на Хусике я сколько играл, мне вообще он больше не нравится. Герой стал куском говна. Как будто бы. Ну и в мете вообще не смотрится. Прям максимально. Так, рефрешек есть. Хочу круто нажать кнопки. Блин, там гуля на боте. Давайте сначала его убьем. А то он что-то обнагрел совсем. Быстренько его. За две серии. За три? Нифига он толстый. Прикиньте? Мне пришлось три серии дать, чтобы его убить. О, кстати, хороший талант. С этим талантом у нас ульта будет вообще почти не заканчиваться. При условии, что у нас еще рефреш есть. Мы там тоже нашу убили. Вроде хорошо пока. Пока норм. Пока пойдет. Чего дождаться кд ультимейта. Чтобы попробовать потом залететь с обычной ультой. Потом еще рефреша можно нажать. Пока не буду особо нагреть. Так, а сейчас пора. Как-то раз у него успел среагировать кайф. На Лионе. Пошли бай. Отлично. Это то, что нам надо. Куда пока еще работает. Так, ну-ка. Блин, нет, туда не хочу. Хорошо. Лиончика сюда. Так, а этого? Блин, этого не получится, наверное. Глубоко просто побьем. Вон они, вон они. Здорово, парни. Как дела? На фонтан. Обратно. А Гуля еще стоит. Че стоишь, брат? Че он стоял, парни? Кто шарит? Рампажка есть? Очень-очень быстро. С этим блинком. Просто удары за... Я не знаю, за долю секунды происходят. Такая вот интересная карточка, ребят, получилась. Не забывайте лайки, ставить на канал, подписываться. Желаю вам всего самого прекрасного в жизни. С вами был Незнаков. До новых встреч. До новых встреч.